Нет деталей о том, заработает ли все-таки давно обещанная чиновниками система для снижения цен на лекарства. Вспомните, еще в прошлом году впервые заговорили о том, что украинская власть может все-таки побороть явно завышенные цены на ряд препаратов, которые в соседних с Украиной странах стоят иногда в разы дешевле. Сначала обещали новые цены с нового года, потом планы изменились, и последняя обещанная дата 1 апреля, тот день, после которого украинцы уже должны заметить перемены. Заметят? Узнавала Елена Митясова. В аптеку только за необходимым. К врачу, когда припечет, так живут миллионы украинцев. И не потому, что безразличны к своему здоровью. Многим лечиться попросту не за что. У нас щороку майже 500 тысяч громадян помирают от сердцево-судинных захворюваний. И смертность от сердцево-судинных захворюваний в 6 раз выше, чем для сравнения в Франции. Люди от сердцево-судинных захворюваний уже давным-давно не помирают в цивилизованном свете. А еще от гипертонии и диабета, хотя с этими недугами, если их контролировать и регулярно принимать лекарства, можно прожить до глубокой старости. Так, ну что, вот несу аппарат, графики, таблетки. Сейчас сяду, буду мерять давление. Мне сказали мерить в три раза и выводить в средний. Полтора года назад Александр Никитич перенес инфаркт. Теперь вынужден постоянно контролировать свое давление. Измеряет его трижды в день и обязательно принимает таблетки по часам. Таблетки эти, в принципе, это уже пожизненные. В среднем мне где-то вот это, я на месяц покупаю, мне где-то вытекают 450 гривен. Потому что одни таблетки вот 132 гривны, в другие 40, и еще одни есть по 70. Для пенсионера такая сумма слишком высокая. Одна надежда на референтные цены и реимбурсацию, говорит Александр Никитич. Не зря же чиновники так громко это обещали. Сперва с 1 февраля, а теперь с 1 апреля. Мол, препараты для сердечников-гипертоников, диабетиков и астматиков по рецепту врача Аптеки будут отпускать бесплатно или с минимальной доплатой. Реимбурсация. Компенсация государством денежных средств аптечным сетям за отпущенные населению лекарства по государственным программам. Мы хотим устроить две системы. Первая, чтобы цены в Украине были справедливыми и честными. А это означает, что в два раза дешевше. И вторая позиция. Это хронично хворим, сердцево-судинное заболевание, диабетика другого типа и астма. Отшкодировать вартость леков, которые нужны этим людям для поддержки своего жизни. Это наша ответственность, чтобы мы государственные деньги использовали как наиболее рационально. Цены на лекарства при этом должны соответствовать средней стоимости аналогичных препаратов в пяти европейских странах. Польша, Латвии, Словакии, Венгрии и Чехии. У соседей они оказываются в разы дешевле. Почему у нас дороже и кто зарабатывает на здоровье украинцев? Схема наживы на больных проста и банальна. Условно, вот завод в Германии. За доллар он продает свое лекарство дистрибьютору. Последний перепродает купленный препарат за 10 офшорной компании. Та по цепочке следующему дистрибьютору уже за 20 долларов. В итоге украинская компания покупает лекарства за 50 долларов. А потом при пересечении границы на законных основаниях накидывает сверхцены 5%, 10% за хранение возьмут склады и 15% аптеки. В итоге стоимость препарата с доллара выросла до 70. Можно предположить, что чиновники решили убрать из цепочки офшорные компании договориться с дистрибьюторами. Закупать лекарства для Украины на более лояльных условиях. Пациенты в ожидании, эксперты в надежде. Ведь если система референтного ценообразования и реимбурсации заработает, нация станет здоровее. У многих появится мотивация пойти к врачу за рецептом, обследоваться и получить бесплатное лекарство. Будут исключены и спекуляции докторов. У нас на рынке и продаются, и врачом навязываются препараты, которые с недоказанной эффективностью, которых очень часто нет в международных протоколах. Препараты, которые сегодня в системе реимбурсации, можно лечить заболевание. Государство не должно платить за то, что не приносит клинического терапевтического эффекта, не предотвращает болезнь или не лечит эту болезнь. И вот до времени чем меньше недели, но оказывается, до сих пор механизм референтного ценообразования и реимбурсации не разработан. Даже не создан реестр оптово-отпускных цен, по которому и должны работать аптеки. Инициатива дешевых лекарств забуксовала по всем направлениям. В больницах отсутствует реестр пациентов, а без него реимбурсация невозможна. Нет и утвержденного Минздравом типового договора между участниками программы. Нема также списка распорядников бюджетных денег. То есть, например, сегодня в регионе аптечный заклад еще пока не знает, до кого ему идти, чтобы укласти договор о том, кто будет потом компенсировать эти деньги за лекарские средства, которые будут отпущены нашим гражданам. С 1 квитра при всем желании аптеки выполнять эту программу, они не в змозе. Даже если министерство в экстренном порядке нагонит упущенное, говорят фармацевты, к 1 апреля программа заработать все равно не успеет. Аптекам как минимум понадобится еще 10 дней, чтобы закупить препараты. Время займет и доставка. Но в Минздраве настроены оптимистично. На официальном сайте сообщают. Все идет по плану. И в конце многообещающая приписка. Реестр лекарств и адреса аптек появятся со временем. Елена Митясова, Никита Исайко. Подробности недели. Телеканал Интер.